Друзья, всех приветствуем на нашем канале. Мы очень рады видеть каждого из вас. Мы хотим сказать, что нашему каналу исполняется практически год, и нас уже перевалило за тысячу. И мы очень благодарны каждому из вас, что вы подписываетесь, что вы следите за нами, оставляете комментарии. Мы будем радовать вас новым контентом дальше. Ну и, конечно же, все, кто нас смотрят, знают, что мы жили в Лондоне, и видео снимали в основном про Лондон. Но сейчас у нас произошли некие изменения. Мы переехали, и переехали мы в США, в солнечную Калифорнию. В Сакраменто мы находимся всего один месяц, но мы уже очень много успели, и нам есть чем с вами поделиться. И за этот месяц мы успели сделать невероятное. По мнению тех, которые уже здесь находятся, кто приехали чуть раньше, говорят о том, что то, что вы сделали за месяц, ну просто невозможно было сделать. А именно мы сделали что? Мы оформили все бенефиты, которые были возможны. Это медицинская страховка, это кэш, это деньги, которые нам присылают на карту, и мы можем их снять с карты и ими распоряжаться, как хотим. И фудстемпы. Фудстемпы — это тоже деньги, которые приходят на ту же карту, но снять их невозможно. Вы можете их потратить только на еду в магазинах, в супермаркетах, и вы даже не можете купить за них там зубную щетку или какие-то там мыльно-рыльные принадлежности. Только еда. И вы даже не можете купить на них фастфуд какой-то. Вы не можете зайти в Макдональдс и купить уже готовую еду. Ну и денег этих не очень много. На одного человека, по-моему, 260 долларов, да, то есть, ну, это немного, скажем так. В США это вообще немного. Да, поэтому если вдруг какие-то там сложности или проблемы, или очень нужно экономить, то здесь существуют фудбанки. И об этом мы вам расскажем в другом видео. По поводу всех документов, которые мы оформили уже, у нас уже есть опыт в этом, мы уже знаем, где это делать, какие документы для этого нужно принести, и в какие сроки это все нужно изготовить. И мы по поводу каждого из этих документов, которые я вам сейчас перечислим, мы снимем отдельное видео, если вы захотите, конечно. Также в помощь, которую предоставляет правительство Калифорнии, включено, например, бесплатный телефон с бесплатной сим-каркой на год. И это вы можете тоже оформить прямо возле места, где оформляете все эти бенефиты. Главное, чтобы у вас был social security number, который у нас уже тоже есть давным-давно. Это одна из бумажек, которую вы должны оформить чуть ли не в первую очередь, потому что без social security это налоговый номер, он присваивается абсолютно каждому человеку, и без него здесь практически ничего не делается. Поэтому это первое, что нужно сделать. Также мы здесь сделали уже себе водительское удостоверение, я уже даже получил пластик прямо на тормозе. Да, я все еще жду. Это делается несложно, здесь не котируются наши украинские права, а также права других стран. Здесь нужно приезжать и полностью пересдавать и теорию, и вождение, и, к счастью, это сделается здесь несложно. Поэтому каждый, абсолютно каждый человек, даже который не умеет ездить, может с легкостью сдать эти экзамены и получить водительские права. И все это стоит 41 доллар и делается очень легко и быстро. Еще раз уж речь уже зашла о водительском удостоверении, хотелось бы отметить автотранспорт. Автотранспорт, например, в месте, где живем мы, это Сакраменто, Калифорния. И во многих штатах, я знаю, что такая же самая ситуация, с общественным транспортом все очень печально. Общественный транспорт ходит редко, не во все далеко места. В общем, покрытие общественного транспорта по городу очень печальное. И поэтому здесь нужен автомобиль. Также мы вам расскажем, мы уже купили автомобиль, можем показать, если вы, конечно, захотите, напишите тоже. Мы вам покажем свой автомобиль, скажем, за сколько мы его купили. И даже с ним связана интересная история. Мы ее тоже вам, конечно же, расскажем. Если вы захотите этого, пишите в комментариях все ваши вопросы. На все вопросы будем отвечать и снимать отдельные видео. Еще одним важным документом в Соединенных Штатах является разрешение на работу. Хотя для украинцев это разрешение на работу, по сути, не требуется сразу, но по факту это только на бумагах. На самом деле практически ни один работодатель не хочет вас брать без этого разрешения на работу. Я уточню украинцам, которые приезжают сюда по программе U4U. Как бы мы приезжаем уже с разрешением на работу, но по факту, к сожалению, не так просто устроиться без самой карточки, да, вот этой вот, которая свидетельствует о том, что вы уже законно можете работать и платить налоги и так далее. То есть это тоже нужно сделать, как нам сказала волонтер, когда вы приезжаете в Америку и получаете I-94, да, который автоматически делается, когда вы переходите границу. И это первое, что вы должны сделать, это сразу подать заявку на work authorization, потому что это делается достаточно долго, вам назначат appointment, это будет, не знаю, через неделю, через две, вам нужно будет поехать, сдать отпечатки пальцев, вас сфотографируют и так далее, возьмут с вас всю биометрию. Даже и анализы, сначала. И после этого вам еще придется ждать, я не знаю, сколько, кто-то ждал вообще, которые приехали сюда поначалу, ждали вообще по 6-8 месяцев эту карточку, поэтому это нужно первое, что вообще возможно, вот это первое нужно сделать. Да, и, конечно же, лучше запастись с собой деньгами, потому что это очень-очень дорогая страна, которая требует невероятно больших ресурсов, и если вы будете ждать, например, разрешение на работу очень долго, и не знаете языка, у вас не будет работы, вам нужно будет за что-то жить. Так что, конечно, с голоду вы не умрете, но жилье, аренду никто не отменял. Конечно, и жилье тут стоит тоже немало. И найти его тоже тут не так легко, особенно если у вас нет знакомых, нет людей, которые могут вас поддержать, как-то, может быть, пригласить на какое-то время к себе пожить и так далее. То есть это нужно будет сразу за два-три месяца отдать за квартиру или за комнату. То есть это тоже кругленькая сумма, которая может варьироваться от трех до девяти тысяч долларов. Да, так что если у вас здесь нет друзей, знакомых, то, в принципе, сюда ехать даже, я бы сказал, опасно. Поддержки тут со стороны государства или спонсора по поводу жилья практически никто не получает. Есть какие-то там приюты, но там живут бомжи, люди, которые не имеют никакого жилья, никакого вообще, в принципе, ничего. Они там ночуют и вас, возможно, могут поселить, если вы обратитесь к государству, вот в такой вот приют. Это малоприятно наверняка, поэтому лучше позаботиться о том, что у вас будет где жить наперед. Да, либо в палаточке. Вот как раз в кадр попадает синяя палаточка, там живут бездомные, которых здесь, к слову, тоже немало. И еще один важный момент – это условия, которые ставит правительство США. Вы должны, когда приезжаете в США, вы должны сдать тест на туберкулез. На это у вас есть 90 дней. Вы приезжаете, говорят, что это бесплатно, бесплатно, но не везде это бесплатно. Вот, допустим, мы поехали в больницу для беженцев, и там это стоит 100 долларов с человека. Но у нас было уже на тот момент, когда мы туда поехали, медикал, это медицинская страховка, и нам это сделают по страховке бесплатно. Можно, конечно, поднапрячься и поискать, где это делают бесплатно, но если есть, дают эти 90 дней, то лучше этим воспользоваться и оттянуть этот момент до того, как вы получите медицинскую страховку. Еще один очень-очень важный момент – если у вас есть дети. Ваши дети должны быть обязательно привиты. Вы должны иметь книжку или справку какую-то, пишется это в медицинской этой книжке. Все прививки, когда и как они называются, все это должно быть в письменном виде, и если оно у вас на украинском языке, это нужно перевести на английский язык. Без этого документа, без прививок, к сожалению, тут в школу не берут. Если вы по каким-то причинам против прививок, или вы не хотите, чтобы вашему ребенку их делали, или противопоказания какие-то есть, то ваш ребенок будет обучаться на домашнем обучении, и будут приходить какие-то преподаватели к вам домой, либо это будет онлайн, и это будет все платно. Поэтому прививки иметь обязательно для детей. Еще за этот месяц мы уже нашли себе даже работу. Мы еще не работаем, конечно, но уже она нас ждет. Мы становимся частными предпринимателями, и немножко позже вы узнаете, где именно мы будем работать. Это будет очень интересная работа, вообще не связанная с нашими профессиями предыдущими, абсолютно категорически другая, но тем не менее от этого она не станет менее интересной, потому что вы... Потому что она очень популярная в США. Да. И мы не стали исключением, и тоже решили попробовать заняться тем же самым. А те, кто к нам с ТикТока пришел, подписался, те уже знают, кем мы работаем, и в ТикТоке уже все есть. Маленький спойлер. Поэтому дальше будут выходить видео полноценные на YouTube. Мы будем все освещать вам, все рассказывать. И, конечно же, еще раз повторю, задавайте ваши вопросы, пишите их в комментариях, мы будем на все вопросы отвечать. Будем стараться максимально освещать жизнь в США, а конкретно в Калифорнии, может быть, и в каких-то других штатах, но об этом позже. Поэтому подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, и до скорых встреч! Пока-пока!